Дорогие братья и сестры, на библейский портал Экзегет поступил вопрос, как не осуждать ближних, когда видишь их недостатки. Этот вопрос раскрыт, проработан, прокомментирован многими отцами церкви. Внимание к недостаткам ближнего всегда является показателем невнимательности к себе. Надо эту ситуацию отзеркалить. Насколько невнимателен ты к себе, к своим грехам и страстям, настолько тебе интересна жизнь другого человека. Чем больше человек смотрит в себя, в свое сердце, в свою душу, в свою совесть, в свои дела, слова, всю свою жизнь, тем ему меньше интересует жизнь другого человека. Неплохое объяснение приводит один старец, когда говорит, что все мы находимся в больнице. И когда человек попадает в больницу, ему разве интересны, например, результаты анализов соседей? Или какая операция, как прошла операция у кого-то там другой в соседней палате? Мы все всегда очень ждем и переживаем и волнуемся о своем состоянии. Как пройдет операция, какие результаты, какие перспективы от этого. То есть человек должен из этих даже внешних примеров делать такие выводы, которые касаются одного. Внимай себе, занимайся своей жизнью, своей душой, не смотри по сторонам. Современному человеку он, к сожалению, подвергается очень массированному нападку, такой бомбардировки информационной. То есть нам кругом с помощью интернета, с помощью гаджетов, телевидения, радио, газет, нам все время говорят о жизни других людей. Нас как бы затягивает в такое массовое осуждение. Осуждение или обсуждение другой жизни. Вот в эту пустоту. Посмотрите вот эти ток-шоу. В чем их главная привлекательная такая изюминка? Покопаться в чужом грязном белье. Кто сколько развелся, у кого где дети, кто потерял деньги, или кому там откусило акулу ногу в Красном море. Чего только нет. Чем скандальней сюжет, тем больше контента и просмотров, тем он активней. То есть это говорит о том, что человеческие страсти разогреваются вот этими сюжетами. И миллионы людей подсаживаются на эти ток-шоу. А христианство, оно человека выводит в другую область, в другую жизнь. И Христос говорит, и отцы церкви говорят, что нет никакой пользы приобрести весь мир, а душе своей повредить. И вот это святоотеческое правило – внимать себе. Почему мы видим святых в молчании, в уединении, в кельях, в монастырях живущих? Уклонение от мира – это вот такая первая ступень монашеская, о которой говорят большинство отцов церкви, как Иоанн Лествичник или Авадорофей. Уклоняйся от мира. Мир как совокупность страстей, как главный обманщик твой, как главный предатель. Так что учиться собирать внутрь себя весь свой интерес. Понимаете, вот такая жизнь, она интересна очень малому количеству людей. Даже и нам с вами, верующим людям, мы такие любители сплетен. Даже церковная жизнь для нас становится объектом всяких разговоров, новостей. А вот как там, а вот как у тебя дела, а вот кто-то с кем-то развёлся, а вот у кого-то там ребёнок внебрачный, а вот у кого-то сын сожительствует, и пошло-поехало. И сейчас даже на церковной жизни многие спекулируют именно вот этим моментом. То есть вместо того, чтобы переживать и обсуждать что-то серьёзное, человек снова сползает в эту область плетен. Так что не осуждать ближних может только тот, кто живёт подлинной жизнью. Живёт жизнью своего сердца и ума. Понимает, что отвечать придётся за себя. Спаси себя и довольность тебя. И поэтому меньше интересов, меньше любопытства, меньше всяких вопросов и разговоров. Вообще нужно и самому никогда не провоцировать эти разговоры. И если вас вовлекает в эти темы, уходить сразу. Просто вот сразу. Ставить такой барьер, что вам это неинтересно. Потому что вас втянут, вас будут спрашивать, вы будете осуждать. Потом вам придётся в этом исповедоваться. То есть это очень такое грязное дело. Оно, душа чувствует, что это плохо. Поэтому делать это не надо. Поэтому меньше интереса к ближним, к их жизни, к ближним, к дальним, вообще ко всем. К родне, к своей. Да меньше интересуйтесь этим. И занимайтесь собой. Вот когда человек по-настоящему захочет быть христианином, когда он захочет быть со Христом, вот это то, ради чего стоит жить. Это столько здесь появится вопросов. И столько человек здесь увидит несделанного, что скажет, нет, 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 мне вообще больше ничего не интересно. Вот моя душа, и мне даже, так сказать, мне осталось-то немного уже жить-то. Время так быстро идёт, а мне ещё так надо много сделать. Мне сейчас не до разговоров, мне не до осуждения. Я буду заниматься собой, буду себя исправлять, буду себя перевоспитывать, для того, чтобы жизнь я прожил непостыдной. Чтобы, как мы молимся, дать христианский ответ на страшном судище Господа моего Иисуса Христа. Вот давайте к этому будем стремиться. Скажем ещё два слова о такой проблеме, когда живущий в миру христианин может неправильно понять доставление отцов, внимать себе. Монах отвечает за свою жизнь, и он живёт с Богом и неподотчётен часто мнению окружающих. Что касается людей, живущих в семье, у которых есть обязанности перед детьми, перед своей семьёй, везде требуется рассудительность. Наверное, прав был отец Иоанн Кристианкин, который говорил, что в монахи идут люди слабые, а вот в миру остаётся самые сильные. Потому что те соблазны, которые христианин должен победить, живя в миру, действительно требуют огромной духовной силы. Для того, чтобы правильно сориентироваться в вопросе внутрь пребывания, нужно вспомнить хороший совет свидетеля Феофана Затворника. Вот это внутрь себя пребывание по-другому называется хождение перед Богом. И тогда мы, находясь даже в семье и занимаясь вопросами, связанными со служением, это все бытовые вопросы, забота, не знаю, приготовление еды, ну всё, что в семье делается, будешь это всё совершать как служение ради Христа. И тогда у тебя будет внутреннее такое понимание, понимание, что ты с Богом не расстаёшься. То есть, как мы говорили про причастие, человек, который причастился и который едет домой в большую семью, он Христа может сберечь в своём сердце, с ним остаться, даже занимаясь всеми делами, укладывая детей спать, выходя на прогулку с ребятишками, не знаю, на детскую площадку, отправляясь в магазин за продуктами, приготовляя еду. То есть, здесь самое главное, чтобы ты делал, ну, например, поменьше болтал, поменьше разговаривал. То есть, или разговаривай только на такие темы, которые, ну, не будут нарушать твой внутренний мир. Потому что, ведь, сколько священник говорит, сколько нам приходится пастырем там проповедовать, наставлять, учить, объяснять что-то, это не значит, что мы этими разговорами теряем благодать. А вот когда ты начинаешь сползать в сферу этих сплетен, каких-то слухов, там, осуждения, то здесь, конечно, сердце сразу пустошается. Вот. Поэтому желаю каждому человеку, живущему в миру, особенно в семье, для того, чтобы мы учились мудрости, дару растудительности, находили этот средний царский путь, чтобы Бог был в нашем сердце, чтобы мы не теряли его присутствие в нашей душе, и в то же время не избегали трудов, которые в семье нужны, потому что уйти, закрыться в комнате, взять в руки псалтирь, когда надо готовить обед или мыть посуду. Не совсем правильно. В семье нужно заниматься вот этими вопросами, когда все дела сделаны. Например, всё, вечером, например, ужином покормили, посуду помыли, вот, каждый расходится там по своим делам. Дети делают уроки, кто-то спать ложится, а кто-то может взять Евангелие, псалтирь и уже почитать, никому-то сказать, никого не раздражая, потому что ты в это время свободен, ты можешь делать всё, что тебе хочется. Так что вот к такой жизни давайте стремиться и будем об этом Бога просить, чтобы Он нам помог этой жизнью правильно жить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok